При шитье на незначительных утолщениях машинка немного притормаживает, так как вместо ремня стоит вот пасек. Он тонкий, нужно колесо чуть-чуть крутнуть, чтобы помочь переехать. Хочу снять пасек и поставить, может потолще пасек поставлю или ремень какой-нибудь подберу. В общем надо снять и что-то подобрать. Рукой открутить сложновато, но я возьму такой ключ, только очень и очень аккуратно, потому что вот это у нас не металл и может расколоться. Возьму вот так вот потихонечку и пробую открутить вот так вот. Аккуратно это все делается. Вот все, двигатель мы отпустили и теперь легко подняли. Вот у нас показался наш ремешочек. Видите, здесь очень мало места и его снять сложновато. Вот посмотрите, я беру, приподнимаю наш пасек. Видите, он тонковатый, но вот здесь вот еще внутри здесь у нас масло присутствует. Это тоже повлияло скорее всего на это. Ну и я его просто-напросто возьму вот так вот и сниму. Он тоненький, можно снять, не снимая шкива. Вот так вот, раз. Одну сторону и вторую сторону. Ну вот по нем я подберу может ремешочек, может потолще пасек. Так, шкив я возьму, протру спиртиком, обезжирю. Все это нужно протереть хорошо и также на шкиву моторчика. Ну и смотрите, вот я был на рынке, прикупил вот такие уплотнители. Вот этот стоял, видите, он очень тонкий, а вот этот вот точно такой же, но потолще. Он хорошо будет ложиться в проточку шкива. Ну смотрите, здесь у нас тонкий, мы его просто взяли и вытащили. Вот так вот. А этот уже толще. Ну, нам придется снимать шкив. Если вы будете ставить родной его ремень, то естественно вот здесь вот в это расстояние ремень не пройдет. Здесь очень маленький зазор. Для того, чтобы поставить ремень, нам придется снимать шкив и зубчатый ремень, который соединяет верхний и нижний вал. Чтобы не нарушить синхронность верхнего и нижнего вала, то нам нужно обязательно оставить в таком положении верхний вал и нижний, потому что у вас собьется заход челнока, продвижение и т.д. и т.п. Обратите внимание, какой у нас заход носика челнока к иголке. Носик челнока, вот он, подходит к иголке. И видите, он на полтора миллиметра где-то чуть выше отверстия иголки. Ну вот такой должен быть заход. И запомните это положение челнока. Поэтому мы будем ориентироваться, правильно ли мы выставили наш зубчатый ремень. Теперь смотрим. Вот у нас одно отверстие, один винт. И вот второе отверстие, второй винт. Откручиваем первый винт. И немного выкручиваем. Там должна стоять лыска. Так, прокручиваем дальше. Откручиваем второй винт. И смотрите еще, заметьте, в каком положении стоит нитепритягиватель. Вот задняя часть стоит вот как раз по срезу вот этого уголка. Ну и носик челнока, не забудьте. Ну и теперь нам нужно снять наш нитепритягиватель. Откручиваем. Откручиваем этот винт. Он с левой резьбой. Откручиваем. Винт откручивается по часовой стрелке. Снимем вот этот палец. И снимем наш нитепритягиватель. Теперь я снимаю также двойной палец. Он тоже у нас стоит на лыске. И смотрите, я беру шатун, вот этот поднимаю. И опускаю лапку в нижнее положение, потому что так вы его не поднимете, не развернете. Опускаю и разворачиваю. Он у меня уходит вот сюда. Так, вот здесь вот еще на регуляторе, на вот этом вот, внутри здесь есть винт. Вот он этот винт. Вот он этот винт стоит. Он стоит тоже на лыске. И я его откручиваю. Поддерживаю. Так вот, пинцетом, чтобы он не улетел. Поворачиваем регулятор. Вправо переводим. Вот этот зигзаг переводим влево. Смещаем, чтобы у нас он повернулся. Там есть лыска. Открутили так, чтобы у нас, вот видите, выходит. Но до конца он не выходит. У нас вал не открывается. Откручиваем вот этот винт. Один и второй. Откручиваем винт на вот этой вот шестерне. Здесь у нас винт тоже стоит на лыске. И теперь я свободно могу выдвинуть наш вал. Вал я сдвинул влево, как можно больше, видите. И здесь теперь у меня вот снимается легко шкив. Ну, я вам должен сказать, это не только для того, чтобы поставить ремень. Но это еще и для того, чтобы поставить зубчатый ремень. Вот такую процедуру нужно делать. Так, оставляем здесь зубчатый ремень. Так, смотрим, где здесь у нас находятся. Вот видите, одна проточка для винта. И вот вторая проточка для винта. Здесь вы уже никак не перепутаете. Здесь у нас теперь есть доступ. Можно хорошо протереть конусный шкив наш. Вот так вот намотал. И протрем масло, уберем. Теперь берем наш ремень. Опускаем, заводим его на шкив мотора. Вот так вот. И одеваем. И одеваем наш шкив. Теперь берем, проворачиваем вот так вот. И смотрим, где наши отверстия. И смотрим по лыскам. Вот у нас лыска вторая. Вот первая. Значит, второе отверстие мы ставим на лыску. Двигаем наш вал. Двигаем вал. До конца. Так, берем, закручиваем винт. И до конца не закручиваете. И вот вы почувствуете, что она на лыске села. Придерживаете вал. Видите, я двигаю. И она ни туда, ни туда не крутится. Вот. Значит, поджимаем ее до конца. Поджимаем вправо наш вал. Поджимаем вправо. Держим вот так вот на кривошип. Поджимаем наш шкив. И затягиваем винт. Вот так вот. Я беру винт второй. И сверху его вставлять нельзя. Потому что вы сюда его поставите. И он у вас отсюда выскочит. Оставить его нужно вот сюда. Вот так вот. И берем отверткой и закручиваем. Затянули один. И подтянули второй. Ну и теперь у нас ремешок стоит на шкиву. На моторе. И теперь одеваем ремень вот сюда. На шкив на наш. Двигатель опускаем в самый низ. Насколько это возможно. Делаем натяжку ремня. Сзади затягиваем. Так вот пока. Теперь все собираем на место. Значит, ставим упорную шайбу. Вот здесь два винта. Вот одна лыска. Вот вторая лыска. Ставим на место. Так. Ставим. Чуть-чуть зазор делаем. Затягиваю. И так же второй. Хорошо затягиваю. Вторую. Попробовали вал. Не болтается. И в то же время прокрутили вал. Чтобы он у нас не клинил. Проделаем это вот с этой шестерней. Ставим. К шестерне пододвигаем. И немного двигаем назад. Чтобы сделать буквально небольшой зазор. Тоже затягиваем. Здесь лысок нету. И так же прокручиваем шкив. Видите. Так. Все нормально. Пробуем нижняя шестерня. Чтобы у нас тоже не болталось. А вот здесь есть небольшой люфт. Это вполне допустимо. Так. Далее нам нужно поставить вот этот винт. Который здесь на регуляторе. И нам нужно его поставить обязательно на лыску. Вот я прокручиваю. Ставлю его ровно. И лыску вижу с этой стороны. Но нам нужно еще. Нам нужно подвинуть. Сместить. Вот этот регулятор. Вот так вот ровно его поставить. Ставим винт. Вон вдали там видим лыску. Теперь берем, поджимаем с этой стороны пальцем и с внутренней стороны пальцем. Чтобы у нас он сел плотно, чтобы не болтался. Ну и теперь берем винт. На пинцет вот так вот ставим. Ставлю вот так вот и затягиваю. Так. Еще раз придавили с обеих сторон. Вот так вот можно даже взять пальцами прижать. И затягиваю винт. Хорошо затянули.